Армейские международные игры Стрелищные и масштабные военно-технические соревнования Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали Тысячи лучших военных специалистов из более чем десятков стран мира Один из этапов традиционно состоялся в Казахстане На полигонах развернулись баталии Мастер артиллерийского огня, меридиан и тактический стрелок Во всех трех состязаниях золото у Казахстана Программа «Честь имею» расскажет, как это было в Акмолинской области Сейчас мы находимся в Акмолинской области Где проходит один из этапов международных военных игр Конкурс меридиан определяет лучших военных топографов Они покажут свое мастерство на пересеченной территории Площадью 12 квадратных километров Военные топографы — это специалисты геодетической разведки Их главная задача — разведать территорию, которая может стать полем проведения боевых действий Определить высоты и заданные точки, координаты необходимых целей И составить спутниковые и топографические карты местности Обладание такой информацией позволяет с высокой точностью производить, например, ракетные пуски Задавая координаты целей с точностью до сантиметров Расскажите о количестве команд, которые принимают сегодня участие Сегодня прибыли команды из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэла В роли наблюдателей Китайской народной республики, Российской федерации, Казахстан, Узбекистан Как оцениваете уровень подготовки, во-первых, наших военных подразделений И, во-вторых, дружественных стран, которые приехали также принимать участие в военных играх? Сегодняшние команды, которые прибыли на конкурс «Меридиан» Показывают высокие очень результаты Почему? Потому что в этом году у нас количество стран увеличилось И участники показывают очень высокие результаты Почему именно вот это направление очень важно? Главная задача специалистов – это обеспечить войска, подразделения Современными средствами топографической информации В этом и самая главная задача, чтобы специалисты топографической службы Обеспечили современную геопространство информации о местности Главная задача – пройти маршрут, а также закрепиться на одной из точек Где военные топографы получат геоданные С этими геоданами они должны будут добраться до военного штаба и ввести необходимые координаты Если координаты будут верными, то условная цель будет поражена И команда получит необходимые баллы Выбор Казахстана для проведения конкурса «Меридиан» был не случайным Пересеченная местность, большие перебады высот, склоны, обрывы, погодные условия В процессе подготовки топографических карт Специалист топографической службы должен снять высокоточные показания Ошибка на несколько градусов или метров при составлении карты Может привести, как говорят сами военные, к выстрелу в молоко Расскажите о критериях оценок Что нужно сделать команде, чтобы получить самый наивысший балл? Конкурс сам состоит из трех этапов Первый этап – это огневой рубеж То есть необходимо поразить все цели для того, чтобы получить наивысший балл Второй этап – это азимут, называется, ориентирование на местности То есть в лесу, в нашем случае, они в незнакомой местности В лесной местности, лесной местности Проходили ориентирование Соответственно, должны были найти необходимые объекты И вернуться обратно на финиш Третий этап – это у нас топографический квадратлон называется То есть, как вы видите, здесь трасса сама состоит из нескольких полос препятствий Топографические расчеты, они должны выполнить свой расчет с помощью высокоточных приборов В дальнейшем должны преодолеть полосы препятствий Их у нас несколько Затем, со всеми этими расчетами они должны вернуться В пункте управления ввести свои данные, которые получили И там уже отразится на табло, что цель поражена или нет Для участников созданы все условия для погружения в атмосферу реальных боевых действий Над головами топографов звучат автоматные выстрелы А для ухудшения видимости взрываются дымовые шашки Трасса очень сложная, скажем так Потому что и горисная местность, и холмистая Мы такого чуть не ожидали Увеличена трасса, полосы две, наверное Очень интересно Однозначно это очень хорошая практика Потому что страны между собой обмениваются опытом Мы что-то берем у них, они что-то берут у нас Общаемся, совершенствуемся друг с другом Борьба, тревогие соревнования, это совершенствование И команды, и в целом страны Каждая команда привезла на соревнования свое геодезическое оборудование Электронные тахеометры, лазерные рулетки, нивелиры и теодолиты Эти приборы позволяют определять расстояние на местности Азимут, углы наклона ландшафта и многое другое На вооружении некоторых стран стоит оборудование собственной разработки Казахстанская армия применяет высококлассное оборудование Известной немецкой компании с многолетним опытом По созданию различного оптического оборудования Ну вот он участник нашей казахстанской команды Расскажи, как тебе далась вот эта вот непростая задача? Конкурс был, конечно, тяжело пройти С помощью подготовки многодневной С помощью тренеров, профессионалов, своего дела Мы справились со своими вот этими задачами Думаю, прибежали лучше, чем на тренировке За 25 минут это у нас лучший показатель А как оцениваешь подготовку других команд с других стран? Другие команды, стран-участники В профессиональном плане, физическом плане очень развиты Я могу сказать Это смотря на другие конкурсы Огневый рубеж, Азимут Они были очень сильными Мы вложили все свои силы для получения первого места Думаю, мы займем первое место Обмен опытом, обучение новым тактикам ведения боя Сравнение технологий, стоящих на вооружении разных стран И дух соперничества Все это ежегодно объединяет военных специалистов Из разных стран мира в рамках армейских военных игр Из года в год список команд пополняется участниками из новых стран Я хочу поблагодарить казахстанскую сторону За организацию данного мероприятия Данное мероприятие проводится на очень высоком уровне И способствует укреплению дружбы и связи между дружественными странами А также мы всегда, и наша иранская сторона Приветствуем подобные мероприятия И стремимся принимать в них участие Мы видим, что все команды старались Действительно прилагали все свои усилия Показали все свои возможности И мы были свидетелями того, что конкуренция была Очень здоровой и справедливой Я надеюсь, что каждая команда получит свои заслуженные места В целом в трех конкурсах армейских международных игр на территории Казахстана Приняли участие 341 военнослужащие из 14 государств мира Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Китая, Кыргызстана Мали, Никарагуа, России, Таджикистана и Узбекистана В состязании топа геодезических расчетов первое место заняла команда Казахстана Показавшее время 41 минута 53 секунды На втором месте военнослужащие Китая На третьем команда Белоруссии Военные нескольких стран мира поиграли, разъехались и продолжают службу в вооруженных силах Это были мирные состязания, но они продемонстрировали мощь, слаженность и боевую выручку За баталиями наблюдали и в тех государствах, которые традиционно не участвуют в армии Подведение итогов, оценки и жаркие дискуссии еще впереди Аманат Саганэ, Атадан, Иракулу, Банкан Кыргызстан Кыргызстан Скоризания Кыргызстан Кыргызстан Продолжение следует...